Министерство ЖКХ Московской области предложило проводить открытые дни приема граждан. Это нововведение очень удобно для людей, которые могут в любое удобное время прийти и обсудить важные жилищные вопросы с руководителями муниципальных учреждений. Особенно это касается социально незащищенных граждан, инвалидов, участников войны, там где проживают дети. Я уверен, что такая практика будет продолжена и каждый житель должен понимать, что в любое время в администрации его ждут и меры будут приняты. Зачастую многие люди не знают, куда и к кому обращаться со своими проблемами. А если даже удается попасть в нужную контору и написать жалобу, к сожалению, в большинстве случаев их вопрос так и остается нерешенным. Людмила Медведкова живет вместе со своей мамой, которая является ветераном войны. Их дом на Петровском проезде нуждается в ремонте. Стены рушатся, крыша течет. Все предыдущие обращения не были услышаны. Угроза обрушения возрастает. Кирпичи сыпятся, сыпятся и сыпятся. На приеме было много вопросов, но в большей степени люди жаловались на невыполнение обещанных работ строительными компаниями. Никакого ответа я не получила. Атомные блоки нам не поменяли. Они у нас, вы знаете, дома в 60 с лишним лет. Александр Усков внимательно выслушал проблемы всех граждан, обратившись к нему, и пообещал помочь. Нужно будет провести еще раз общее собрание. И такое поручение я сейчас дам опять же Рулеву, с тем, чтобы констатировать факт необходимости выполнения вот этих работ и включения в программу, допустим, следующего года. Быть услышанными теперь может быть каждый. А все, кто уже успел огласить свои проблемы, надеются и верят, что им обязательно помогут. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Евгений Садовский. Видное ТВ. Видное ТВ.